Приветствую вас, друзья! С 10 октября российские оккупанты предпринимают попытки наступать на Авдеевку и делают это, не жалея ни своей живой силы, ни техники. В первые дни наступления они допускали те же ошибки, что и в феврале прошлого года. Это движение колоннами, которые расстреливались нашей артиллерией и противотанкистами, как в тире. Увидев, что эта тактика ни тогда, ни сейчас не работает, оккупанты изменили подход и начали в атаку посылать бронегруппы по 10 единиц техники с пехотой раз в полчаса. При каждом таком заходе наша артиллерия уничтожала 2-3 единицы вражеской техники, а также выкашивала значительную часть живой силы противника. На данный момент территория вокруг Авдеевки просто усеяна подбитой и сгоревшей техникой врага, а также их двухсотыми. Только за прошедшие сутки, 19 октября 2023 года, враг потерял 1380 человек, из них почти тысяча под Авдеевкой. 55 танков, 120 боевых бронированных машин, 29 различных артиллерийских систем, 4 РСЗО и 33 автомобиля. Таких больших потерь враг не нес уже давно. Как вы понимаете, это те танки, которыми российские пропагандисты любят пугать Европу, мол они дойдут до Берлина и так далее. Хотели дойти до Берлина, но по пути наткнулись на Авдеевку и немного подгорели. Кроме бронетехники, враг теряет над Авдеевкой и авиацию. Су-25 стоимостью 11 миллионов долларов прекрасно сбивается нашими бойцами с помощью ПЗРК стоимостью всего 60 тысяч долларов. А вот 4 новеньких БМП-3М 2020 года выпуска стоимостью более 1 миллиона долларов каждая. Уничтожены воинами ВСУ всего за одну ночь, причем на одном и том же месте. Российские Z-каналы сами пишут, что текущие результаты наступления, которые проходят уже почти 10 дней, никак не стоят понесенных потерь. Множественные фото и видео подтверждают огромные потери российской армии. Успешное первое применение ракет Атакамс, в результате которого, по данным британской разведки, оккупанты потеряли не менее 14 вертолетов на аэродромах Бердянской и Луганска, а также осознание того, что через несколько месяцев на вооружении Украины появятся долгожданные F-16, вынуждают Путина говорить о переговорах. Правда, как всегда, он врет, заявляя, что это Украина хочет переговоров, а не Россия. Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать? Отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам уже. И ответственные лица, которые курируют направление внешней политики, и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Покажите мне хоть одно заявление украинской власти о желании вести с Россией переговоры. Его нет, ведь условия, предлагаемые Россией, для нас неприемлемы. Переговоры возможны только тогда, когда Украина восстановит свой суверенитет и границы 1991 года. В своем обращении к американцам президент США Джо Байден призвал американский народ поддержать Украину и Израиль. Я часто вижу, как российские пропагандисты заявляют, что Запад уже устал от войны в Украине, что скоро поставка оружия и боеприпасов прекратится и так далее. На днях Байден будет просить у Конгресса США выделить на военную помощь Украине и Израиле огромную сумму в размере 100 миллиардов долларов. Вот тогда мы и увидим, прекратится ли поставка техники в Украину или наоборот увеличится. Касается таланта украинских хлопцев, издание американское Yahoo сообщает, что они не просто за 4 месяца способны научиться летать на совершенно незнакомой для себя сложнейшей технике, я имею в виду американские истребители. А за две недели они умудряются выгодить английский язык. Ну просто боги какие-то, чудо-люди! Субтитры создавал DimaTorzok